Затем из ребра она, и будут двое, одна плоть. И я думаю, вы уже знаете, к чему я веду. У меня в руках открытка, очень интересная. Амоса, 3 глава 3, сказано, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою. Вот так я знаю тех людей, которые сговорились, я даже был там и уверен, что действительно там все по-серьезному, там все очень правильно и будет Божье благословение. Затем Иеремии 32, 39, хотя там немножко о другом речь идет, но Господь обещал и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни своей ко благу их и детей их. После них, то есть Бог делает это. И я хочу читать текст первой открытки. Итак, она называется «Оглашение». Член церкви христиан Верия Ивановская города Бреста Амелька Николай Николаевич и член церкви ХВЕ деревня Знаменка Михальчук Елизавета Дмитриевна желают создать крепкую семью и просят Божьего благословения. Они уже идут. Вот. И еще о семье. Кто-то сказал, что жена – это река, а муж – это берега, которые помогают ей быть рекою. Вот. И в целом у них одна цель и одна программа. Вы уже счастливы, да? Вот. Все думали, что это уже все, но это еще не все. У меня есть еще одна открытка. Вот. И я ее тоже читаю. Смотрите, красивая очень. И тоже оглашение, потому что иногда открытки бывают характера. Кто-то у кого-то родился. Члены церкви, то есть нашей церкви, Лесак Андрей Владимирович и Кухтей Анна Сергеевна решили создать семью. Просим Божьего благословения. Вот. Просим, чтобы прошли сюда, да, проходите. Заметьте, как вас уважают все, да? Вот. Слава Богу. Еще одна открытка. Так. Хорошо. Тоже прочитаем чуть-чуть попозже, да? Ну, я понимаю, я решил вот это объявление выделить отдельно, отдельной графой, чтобы вот сконцентрировать и обратить внимание всех нас на это важное событие, потому что, когда устраиваются жизни, судьбы, когда мы видим, что с Богом вместе, и я даже вчера, когда был дома в семье Кухтей, то обратил внимание на вот эту историю, помните, слуга Авраамов, уже она напоила его, она уже бегает к колодцу, к источнику, черпает воду, потом выливает паила, и верблюды пьют воду. А он все время размышляет, так Господь мой путь благословил или нет? Ну, это ли ответ от Бога для меня вот в этой дороге, в которой я иду и имею такую задачу очень-очень большую. А потом все, оно было подтверждено, потому что, когда пришли в дом, то было сказано, что это дело пришло от Бога. Поэтому я, когда был в семье Лизы, значит, вместе с Николаем, в семье Ани, вместе с Андреем, то мы действительно были уверены, что это дело пришло от Бога. Давайте скажем, слава Богу. И сегодня, когда перед собранием мы сидели в офисе, нам было приятно отметить, что вот наша дорогая сестра Надежда Григорьевна Селюк отмечала 80-летие свое, и опять же была такая ремарка, они 53 года вместе, вот, в семейной жизни. 21 июня, по-моему, начиналось это. Я не ошибся, да? Вот. А затем, затем еще в Америке есть семья брат Роман и сестра Дуня Цвор, они прожили вместе 65 лет. Вот, тоже много, да? Слава Богу. Пусть рождаются хорошие, крепкие, благословенные, счастливые семьи. Вы хотите такой семьи? Да, мы будем молиться, мы будем молиться. Поэтому это для нас праздник, это для нас событие. Вот, пусть Бог благословит. И я хочу прочитать также открытку, которую тоже подали. И хочу сказать, что это результат вот того, о чем мы сегодня беседуем. Фотография маленького-маленького младенца. Вам не видно. Семья Саши и Лены Данилькевич благодарят Бога за рождение сына. Просим молиться о благословении. У меня тоже внук недавно родился без имени. Вот. И тут имени нету. Это для нас.